«Библия-ночь» – так называется всероссийская акция, которая прошла в нашей стране в десятый раз. В этом году ее тема – книга «Путь к звездам». Она посвящена науке, технологиям и 60-летию со дня первого полета человека в космос. В всероссийской акции присоединились библиотеки городского округа Щелково. В субботу вечером в Центральную библиотеку на Пушкина 30 пришли читатели, которых заинтересовала встреча с писателем-фантастом Евгенией Сафоновой. Музыкант по образованию, журналист по профессии, она работает ведущим редактором отдела фантастики в издательстве «Эксмо». Публиковать свои работы начала с 2016 года. У Евгении выпущено 8 романов в жанре фэнтези. Я была бы рада, если бы я что-то прояснила своим читателям, что их интересует, может, про каких-то героев, про какие-то сюжеты, про то, как рождались какие-то книги. Работники библиотеки в рамках акции организовали выступления на звездные темы. Так, для читателей провели лекцию о великом русском ученом, основоположнике современной космонавтики Константине Эдуардовиче Циолковском. Фойе раздавали очень красивые значки и нарукавные браслеты, выпущенные для участников «Библия ночи». А еще предлагали продегустировать совершенно особенные космические угощения. Это дегустация сегодня космической еды. Эта «Библия ночи», конечно, посвящена 60-летию первого полета в космос. Если для взрослых была устроена «Библия ночи», то для юных читателей детской библиотеки ее сократили по времени. И потому она называлась «Библия от сумерки». Тема космоса здесь была представлена в игровом виде. Мальчишки и девчонки отвечали на вопросы викторины, а потом сами создавали летательные аппараты и даже запускали их в полет. А иногда летели в космос сами. Я космонавт. Устроители «Библия сумерек» и «Библия ночи», конечно же, основной своей целью считают пропаганду главной ценности человеческой цивилизации – книги. В городском округе Щелково для поддержки библиотек сделано очень многое. Мы отремонтировали и преобразовали 13 библиотек. Некоторые у нас ушли в пункты выдачи, но при этом они не стали узкопрофильными. Мы не потеряли те навыки и те функции, которые были у библиотек. Они также продолжают работать, проводить на своих базах мероприятиях, поддерживать читателей. Андрей Циханович, Валерий Джигли, Щелковское телевидение.